Сегодня рассмотрим самородок из мира инди-игр, Hotline Miami. Вышла она уже почти 10 лет назад, 23 октября 2012 года. И разве это не отличнейший повод вспомнить, что же там такого в ней было, и чем она зацепила каждого неравнодушного геймера, однажды запустившего её? И без долгих рассуждений перехожу к сюжету. Игра начинается с того, как в переулке бомж обучает нас основам геймплея. И пока он будет этим заниматься, я вкратце расскажу про лор данной игры. В мире Hotline Miami происходит альтернативное развитие событий холодной войны между США и СССР. Советские войска в период с 1985 по 1986 год вторглись на территорию Гавайских островов, являющихся 50-м штатом США. США проигрывает по всем фронтам, и после бомбардировки Сан-Франциско ядерными ракетами и подписания мирного договора между обеими сторонами, США превратилась в русско-американскую коалицию. Что повлекло за собой большую эмиграцию советского населения в Штаты. Обосновавшиеся во всех городах русские устраивают повсеместный беспредел. И, естественно, нашлось огромное количество недовольных сложившейся обстановкой. В результате чего была создана организация 50 благословений. Чем они будут заниматься, думаю, понятно. Вам предоставится возможность играть за члена вышеупомянутой организации по прозвищу Jacket. А также, ближе к концу игры, в сюжетной арке Байкера, предстоит выяснить правду о том, кто стоит за всеми этими звонками. Входим в темную комнату, где нас встречают три человека. Женщина в маске лошади и двое мужчин в маске совы и петуха. Каждый из них по-своему относится к Jacket. Девушка будет цитировать мысли с Джокера. Мужик в маске совы недвусмысленно даст понять, чтобы мы уходили отсюда. А Ричард, так зовут петуха, говорит, что все мы давние знакомые. И знакомство это произошло 3 апреля 89 года. Jacket просыпается в своем доме. На автоответчик приходит сообщение от некоего Тима из пекарни, который в завуалированной форме сообщает нам о нашем первом задании. Осмотрев посылку под дверью, находим в ней маску петуха, адрес, по которому необходимо произвести зачистку, и дальнейшие указания по поводу нашей цели. Прибыв по указанному адресу, убиваем злых русских. И, кстати, на каждом задании вы можете подбирать вот такие скрытые буквы, чтобы во время финальной миссии за байкера, сложив из них пазл, получить скрытую концовку. Местоположение каждой из них я приложу где-нибудь в описании. Далее забираем портфель и отправляемся на указанную точку в письме. В мусорном баке оставляем портфель, и сразу же после этого нас заметит агрессивно настроенный бомж, вооруженный битой. Немножечко убиваем его, и с непривычки Джекета вырвет прямо на него. Далее садимся в машину и уезжаем домой. В промежутке между окончанием миссии и приездом домой, Джекет будет посещать забегаловки и салоны видеопроката. В каждом из них он будет встречать одного и того же бородатого мужика, которого я буду впредь называть Бородой. Борода каждый раз дружелюбно будет отдавать нам покупки за счет заведения. Эту фразу запомните. В левом верхнем углу забираем покупку, которая на самом деле является скрытой передачей денег за выполненный заказ, после чего можно отправиться домой. Спустя несколько дней Джекету приходит новое сообщение. Линда вызывает няньку, дабы угомонить парочку детишек, таким же способом, как и в прошлый раз. Зачистив помещение, отправляемся за наградой. В закусочной Борода передаст нам пиццу за счет заведения, после чего уезжаем домой. 16 апреля Томас из клиники просит нас прийти на обследование. Обследуемся. И также в южной части здания можно подобрать маску моржа с окровавленного тела, привязанного к табуретке. После успешно выполненного заказа, отправляемся в салон видеопроката. Борода рассказывает, что в газетах начали появляться новости о резне в притонах русской мафии, и что это дело рук какого-то маньяка в маске. После чего Борода отдаст нам кассету за счет заведения. И, да, локализация в первой игре неофициальная, поэтому множество явных отсылок были запороты по причине незнания контекста этих фраз. Во второй части такой проблемы уже не будет. 25 апреля. Кейт из службы знакомства назначила нам встречу. Отправляемся на свидание. Зачистив оба этажа, спускаемся вниз. Здесь из закрытой ранее комнаты вылетает огромный мужик в бронежилете. А прокинуть его можно будет только из дробовика, попав по нему три раза. Когда он упадет, появится возможность добить его вручную. После чего из комнаты, в которой сидел тот амбал, собираем девку и увозим ее к себе домой. В баре Борода расплачивается с нами, после чего глава закончится. Снова оказываемся в темной комнате, где нас встречают все те же лица. Ричард задает Джекиту парочку наводящих вопросов. Нравится ли тебе причинять другим боль? Кто оставляет сообщение на автоответчике? Где ты находишься прямо сейчас? И какова цель нашего с тобой разговора? Джекита подобные вопросы никогда не интересовали. Он просто выполняет приказы и не важно от кого. Ведь он обычное животное, которому всего лишь нравится убивать. 5 мая на автоответчик придет сообщение от Блейка. Он просит проверить подачу электричества по указанному адресу. А также выяснить, что случилось с прошлым специалистом, высланным туда. Отправляемся на задание. На втором этаже в комнате с проводами пытают первого исполнителя этого задания. Спасти его не получится, так как, открыв дверь, комната взорвется. Придется выстрелить в нее из дробовика. В следующей же комнате добиваем двух врагов, укрывающихся за перевернутыми столами. После чего можно отправляться к бороде за оплатой. Через неделю поступает очередное задание. Необходимо избавиться от вредителей по указанному адресу. После зачистки подбираем монтировку и, обойдя дом снаружи, открываем канализационный люк. Спустившись вниз, обнаруживаем полуживого мужика с маской крокодила, который в полубреду утверждает, что все происходящее на самом деле нереально. И это всего лишь сон. 13 мая отправляемся на очередную зачистку. На первом этаже дома встречаем молчаливого уборщика. После чего отправляемся на задание. Входим в ресторан. Здесь необходимо зачистить всех посетителей, дабы появилась возможность подняться на лифте наверх. Оказавшись на следующем этаже, проходим в комнату справа и по карнизу крадемся на балкон. Во втором номере нас заметит Адам Драйвер и молча пропустит дальше. Убиваем злых русских и едем к Бороде за наградой. Следующее задание. Необходимо зачистить притон русской мафии. Как только справимся с поставленной задачей, в последней комнате зазвенит телефон. Нам сообщат, что в телефонную компанию ворвался какой-то психопат и нам срочно нужно приехать разобраться с ним. Пиздец. Около терминала стоит человек в байкерском шлеме и пытается что-то выяснить. Заметив Джекета, он моментально переключится на него. Подбираем клюшку для гольфа и показываем байкеру, с чего начинался второй Ласт оф Ас. В начале следующего акта снова оказываемся в темной комнате. Ричард скажет, что следующая наша встреча будет последней. А также даст три пророчества на будущее. Вообще на все вопросы, возникающие по мере прохождения, как например вопрос, кто такой Ричард и что он от нас хочет. В этой части нет однозначного ответа. Все раскрывается лишь во второй игре, а эта же часть по большему счету является экшен по стрелушке с кровякой убивакой и большой вариативностью для прохождения. Это я все к тому, что в этой главе каких-то серьезных событий не будет, поэтому я ее пропущу. Из немаловажных деталей, в этом акте Джекету повсюду будут мерещиться ожившие трупы убитых им ранее людей. На миссии будут врываться отделы свата, а также бороду сменит лысый, враждебно настроенный к Джекету мужик по имени Рихтер, который после каждого выполненного задания платить нам не будет. Поэтому перейдем к следующей главе. Джекет, прибыв домой, обнаруживает в ванной комнате убитую девушку, а также странную фигуру в маске крысы, припаркованную на диване. Спустя некоторое время видим сон. В нем Джекет выходит из своей спальни, видит свой труп, и на месте, где сидел крыс, оказывается Ричард. Он говорит, что скоро все закончится. Джекет все похерил, и всей сути он никогда так и не узнает. Ему остается лишь плыть по течению и послушно кивать головой. После этого входим в палату и просыпаемся. В коридорах дежурят полицейские и персонал больницы. Здесь мы не сможем никого убивать, а также при длительном движении перемещение будет затрудняться. Нам необходимо незаметно сбежать из здания. Выбравшись наружу, отправляемся в свой дом. Одеваем свой жакет и отправляемся на поиски Рихтера. Джекет приезжает в полицейский участок, в котором держит лысого крыса. Зачистив все этажи, заходим в обезьянник и допрашиваем его. Рихтер рассказывает, что является таким же исполнителем заданий, как и Джекет. Ему также приходят странные сообщения и заставляют убивать. Также он говорит, что не хотел трогать девку. Ничего личного, это просто задание. По канону Джекет оставит его в живых. Ну и в общем-то я так и сделал. Далее в комнате с документами забираем дело с материалами расследования по делу о маньяках в масках и отправляемся домой. Джекет, изучив материалы о массовых убийствах, выясняет, что анонимные звонки поступали из клуба, связанного с русской мафией. Доказательств для получения ордера у полиции было недостаточно, но это не важно, потому как мы отправляемся по указанному адресу. Пробравшись через толпы русских, встречаем управляющего клубом. Он пятится назад к пистолету, спрятанному в столе. Упав на жопу, он сообщает Джекету местонахождение владельца клуба и взамен просит пощады. На входе в особняк расправляемся с охраной следующим образом, после чего поднимаемся наверх. Отец, так зовут босса русской мафии, увидев Джекета, сразу узнает в нем того самого маньяка, уничтожающего его людей. И после непродолжительного разговора спускает на нас пантер. Расправляемся с кошками и бешеной девкой, после чего отец скажет, что никогда не встречал настолько кровожадного дебила, как мы. И после того, как Джекет повредит ему обе руки, отец, не давая насладиться ему своей смертью, достанет пистолет и прострелит себе голову. Далее поднимаем его пистолет и поднимаемся на последний этаж. Здесь, в инвалидном кресле, сидит отец босса русской мафии. Пожилой мафиози говорит, что ему вообще похуй... Джекет выходит на балкон, сбрасывает с головы маску, медленно закуривает сигарету, достает неизвестную нам пока что фотографию и выбрасывает ее в никуда. На этом история Джекета заканчивается. Что могу сказать? Прототипом для Джекета послужил... Райан Гослинг из фильма... Драйв. Такой же молчаливый герой, с которым игроку легче себя ассоциировать. Аналогичный стиль одежды, такое же ультра-насилие героя в маске, стильный ретро-вейв. И в целом, характерный для этих двух проектов романтизированный стиль насилия, побуждает возвращаться к ним постоянно. Разработчики добавили вариативности геймплею через разновидные маски, которые к тому же добавляют уникальные способности, что также способствует реиграбельности проекта. В целом, игра и воспринимается как реализованный проект по фильму... Драйв. Да блять! Но на этом игра не заканчивается. В пятой главе нам предоставляется возможность выяснить, кто скрывается за этими телефонными звонками. Байкер пытается выйти из 50 благословений. И поэтому выпрашивает у человека в маске свиньи, кто за всем этим стоит. И как сделать так, чтобы от него отъебались. Тот дает наводку на одного типа, который должен знать что-то об анонимных звонках. И прячется он в китайском ресторане «Голубой дракон». Отправляемся к нему. Перерезав весь ресторанчик, допрашиваем программиста. Он рассказывает, что взломал для людей из организации сервера телефонной компании. И больше он, правда, ничего не знает. Байкер отвечает на телефонный звонок. Марк из службы доставки предупреждает его, что это последний шанс, чтобы выполнить задание. Иначе байкера уберут. Здесь ничего особенного, просто зачищаем указанное место. 23 мая. Дома у байкера поднимаем телефон. Джейн благодарит его за возвращение и назначает на новое задание по указанному адресу. На этот раз байкер отправляется не на зачистку, а в телефонную компанию. Устраиваем маленький геноцид. И с помощью терминала узнаем, откуда поступают звонки. В этот же момент врывается Джекет. Только в этот раз победителем выйдет байкер. Стоит сказать, что оба развития событий не каноничны. Поскольку во второй части оба персонажа живы. Джекет сидит на нарах, а байкер после двух лет скитания продает местному детективу инфу за 200 рублей и бутылку пива. Буквально. На следующий день байкеру поступает звонок с угрозами. Поэтому нужно найти этих додиков быстрее, чем они найдут нас. Выезжаем по адресу, найденному в телефонной компании. Перед входом в здание, в меню паузы складываем пазл в фразу «I was born in the USA». И около спуска в подвал в терминале необходимо ввести этот шифр. Только тогда нам откроется секретная концовка. После этого байкер спускается в подвал и обнаруживает там того самого Адама Драйвера и второго уборщика, которых часто видел Джекет и сам байкер на заданиях. Выясняется, что 50 благословений – нации вонючие. И если вы нации, то идите вы нахуй, короче. Эта организация образовалась после событий на Гавайских островах. Целью 50 благословений является притеснение и уничтожение русских, а также уменьшение их влияния на территории США. То, что происходит в Майами – только начало, и уборщики – лишь вершина айсберга. Эта организация – опора для ярых патриотов. И своими методами уже совсем скоро они собираются убрать русских и сделать Америку Great Again. После всех этих историй у нас есть выбор – убить их или пощадить. Вне зависимости от нашего выбора, байкер выходит на улицу, садится на свой скутер и уезжает. Стоит ли говорить что-либо о величии Хатлайн Майами? Что бы кто ни говорил, но заслуг у нее достаточно много. Она познакомила весь мир с ретро-вейвом, показала интересную историю и доказала, что создать выдающуюся игру можно и без огромного бюджета. А также доказала еще много всего того, чего мне лень перечислять. Кто такой Джекет, Борода, что это за люди в масках, к которым мы приходили в начале каждой главы, и что за фотографию выкинул с балкона Джекет, а также ответы на все интересующие вас вопросы – вы здесь не получите. Полную историю со всеми подробностями нам раскроют лишь во второй игре, ролик по которой я сделаю как-нибудь потом. А пока что мои полномочия все, я пошел.